В Израиле начались гастроли солистов лучших оперных театров России, объединившихся в коллектив тенора 21 века. Рекламный лозунг этого проекта таков, когда они собираются вместе, вы имеете возможность прикоснуться к чуду. Сегодня к чуду прикоснулся наш корреспондент Борис Штерн. Овации в холле Тель-Авивского ренессанса. Гости отеля в восторге. Это лишь репетиция. Солисты проекта тенора 21 века, лучшие оперные певцы России, показали, как музыка влияет на слушателя. Мы готовим мини-флэш-моб. Солисты оперы собираются спеть «Золотой Иерусалим» и «Рушалаем Шелезаав» у Явских ворот. Все чуть-чуть волнуются, спокоен только дирижер проекта Юрий Медяник. Но и он, в общем, уверен, израильские гастроли – это очень ответственно. Мне очень нравится, что ничего не надо делать в пятницу. Соответственно, в Москве такого невозможно устроить. Довольно сложно сделать. Вот, конечно, к чему это может обязывать? Обязывать, как всегда, к очень качественному исполнению всего того, ради чего ты выходишь на сцену. Но назвать это оперными гастролями я не могу, потому что это не совсем опера. Мы не показываем целиком спектакль. Мы делаем шоу. Это шоу, да, оно состоит целиком и полностью из лучших и самых ярких примеров академической музыки. В хорошем смысле слова – эстрадной музыки. До генеральной репетиции в Аждоди сегодня есть еще несколько часов, и мы едем в Иерусалим. Проект «Тенора» 21 века собрал лучших оперных певцов России. У них за плечами опыт выступлений на самых крутых европейских сценах – от Ла Скалы до Ковенгардена. Оперная музыка востребована и популярна. Создатель проекта, директор Московского театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев, успех «Теноров» объясняет и этим в том числе. Мы все очень хотели петь то, что нам хочется, то, что мы не можем петь в наших оперных театрах. Потому что я вам как директор скажу, что ребята страдают, потому что когда они поют один-два спектакля в месяц, потому что просто до них очередь не доходит, они себя не реализуют, годы проходят. И поэтому в этом проекте, когда мы даем около ста или иногда больше даже концертов в год, они, конечно, получают ту самую практику и они постоянно находятся в форме. Последнее обсуждение, кто где стоит и кто куда идет. На самом деле все волнуются. Конечно, это не Тель-Авивский отель. Здесь открытое пространство. Самое интересное выяснить через несколько минут, зря ли мы волновались. А дальше? Дальше было просто настоящее чудо. Даже в Израиле вечный хит «Юрушалам Шельзаад» в таком исполнении услышать трудно. Тут даже стены старого города помогают. Здесь очень красиво на самом деле. Очень. И это вызывает какие-то ощущения такие ничем не передаваемые, невозможно их объяснить. Тенора 21 века представит израильтянам новую программу, подготовка которой шла целый год и в которую вошли лучшие оперные арии. И не только они. Будут и сюрпризы. Израильский зритель увидит самые любимые песни, которые были в прошлом году и которые получили наибольшее количество аплодисментов. И примерно 60% новой музыки, которую мы еще не исполняли. Музыки разные. И на английском, и на французском, и на, конечно же, итальянском языке. И итальянская музыка, она превалирует, конечно, в наших программах. Но в основном это те песни, которые, наверное, знает каждый. Самое ведь главное что? Когда человек выходит либо из оперного театра, либо из концертного зала, он должен насвистывать эту мелодию. Тем, кто не успеет на три израильских концерта, увы, останется только наш мини-флешмоб, который можно целиком посмотреть на странице 9-го канала в Фейсбуке. А у жителей Аждуда, Хайфа и Тель-Авива есть все шансы прикоснуться к настоящему оперному искусству мирового уровня и подарить солистам проекта настоящие аплодисменты и даже овации. Борис Штерн, Дмитрий Кантер, информационная программа День, 9 канал.